Изучение студенческих культур начинается в американской социологии в сороковые и пятьдесятые годы. Сами по себе наблюдения о том, что студенты делятся на какие-то типы, можно выделить виды и подвиды студенческой популяции и как-то описать. Она очень старая, сложно даже сказать, когда она появляется, но в девятнадцатом веке она распространена повсеместно. Но в сороковые или пятьдесятые годы эта идея ложится на научную основу тогда самой современной социологической теории структурного функционализма. Центральная идея структурного функционализма в версии Парсонса — это возможные расхождения между мотивами, ценностями и нормами. Есть социальная система, созданная из норм, которые, в свою очередь, образуют институты. Есть культура, которая создана из ценностей, задающей высшие идеалы. Есть индивидуальные психологические мотивы. Для того, чтобы соблюдалась и существовала какая-то степень социального порядка, нужно, чтобы мотивы, ценности и нормы были проведены в соответствии друг с другом. Иначе оказывается, что есть институты, которые люди знают, как играть, но не знают, зачем. Или знают, зачем, но совершенно им этого не хочется. Очень известно приложение всего этого к политической культуре. Если нет политической культуры, то простое калькирование институтов может привести к тому, что эти институты начнут функционировать не так, как предполагалось исходно. Одинаковые конституции Соединенных Штатов и Аргентины вовсе не привели к тому, что политическая система или политические режимы в двух странах устроены одинаково. И когда Парсонсу и тем, кто следовал в этом русле, нужно это было объяснить, им было это объяснить легко. Конечно, говорили они, институты-то одинаковые, но ценности и нормы, и вообще культура разная. И то же самое быстро было пересняно на высшее образование. Есть институты-университеты, есть какие-то другие академические институты, есть студенты. Но то, как ведут себя студенты, определяется не только институциональными рамками, даже не столько ими подчас, сколько теми устремлениями, которые студенты, которые этих студентов воодушевляют. Причем обычно в одной аудитории, наблюдение, которое делает каждый преподаватель и большинство студентов, существуют люди, у которых очень разные устремления. На первом же курсе эти люди притягиваются друг к другу, они иногда рассаживаются близко друг к другу. На первом ряду садится кто-то, кто записывает каждое слово за преподавателем и при случае поднимает руку и старается встрять и добавить слово от себя. На задние ряды садятся те, кто не хотел, чтобы преподаватель увидел, чем они там занимаются. В школе так, но и в университете во многом так. Там возникает дружба, какие-то теплые человеческие отношения возникают обычно по этому же пространственному признаку, потому что он отражает разницу в интересах и во многом в каких-то жизненных траекториях и жизненных перспективах. Самая известная из ранних типологий студенческих культур принадлежит Троу, который разделил всех студентов колледжа по двум основаниям. Во-первых, по тому, насколько они были вовлечены и интересовали жизнью в колледже, а во-вторых, по тому, насколько важны для них были какие-то интеллектуальные интересы и устремления. Те, кто ценил жизнь колледжа и одновременно был интеллектуалистской ориентирован, становились типичными ботаниками. Тогда их называли немножко по-другому, но смысл оставалось тот же самый. Они учились. Причем, поскольку я если мы имеем дело с американским колледжем, это вполне изолированное сообщество, часто даже географически вынесенное из какого-то небольшого городка, они не просто учились, но они учились постоянно в библиотеке, в присутствии друг друга, создавали очень плотную группу, объединенную общим интересом к выполнению домашних заданий и получению оценок. А такой заученной субкультуре противостояла другая, которая тоже высоко ценила жизнь колледжа, но совершенно не ценила учебу и интеллектуальную составляющую, а называлась тем, что в американском языке, в английском языке будет опытано как колледжия, в смысле коллегиальное или социальное, они тусовались. Но поскольку жизнь американского колледжа гораздо богаче в этом смысле, опять же одновременно изолирование от большого мира и более насыщенно, это значит, что они посвящали такой неформальной стороне жизни колледжа все время. Они проводили, они занимались спортом, их жизнь вращалась вокруг состязаний с соседними колледжами по разным видам спорта, они устраивали какое-то подобие КВН, они устраивали вечеринки, они устраивали танцы, они тоже все время проводили в обществе друг друга, но при этом учебы интересовались мало, только в той степени, чтобы из колледжа не вылететь и возможность участвовать в этой жизни не потерять. Были еще две категории, одна из которых была очень мотивирована и заинтересована учебой, но при этом не ассоциировала себя с колледжем жизнью вовсе, такая профессиональная группа обычно более взрослых людей, приходящих в университет для того, чтобы там выучиться. У них часто не было особых друзей в колледже, они могли добровольно снимать жилье не с другими студентами в каком-то из общежитий, а в соседнем городке, и они приходили, они выполняли домашние задания, они учились, они хотели диплом, но в целом сама по себе академическая или учебная жизнь никакой привлекательности для них видимо собой не представляла. И наконец была субкультура, которая тоже не была особенно очарована жизнью колледжа, но при этом не была интеллектуально особенно заинтересована. Самая известная статья была опубликована в 1926 году, понятно кем была эта субкультура, эти люди уже отращивали длинные волосы и заплетали феньки, чтобы ехать на вудстах, слушали рок-н-ролл, родители отправили их в колледж, но они уже чувствовали, что эта упадническая культура их совершенно не интересует, а настоящая жизнь начинается где-то за его стенами. Большое количество исследований, поскольку сама идея изучения культуры, их отношения с институтами была одной из центральных для 60-х годов, большое количество исследований породило похожие типологии, отчасти в зависимости от характеристик учебного заведения. Например, Ньюком в женском либеральном колледже не обнаружил особенно профессионально ориентированных студентов, потому что девушкам, которые ходили в такой колледж, вообще не полагалось быть профессионально ориентированным и до этого еще не дошло, но обнаружил, что те, кто был ориентирован на внешний мир, делились на две группы, одна из которых не ассоциировала себя с колледжем, но при этом имела широкие интеллектуальные интересы, мечтали влиться в богему, а другая группа интересовалась вечеринками, но ветеринки в колледже их не устраивали, они мечтали о том, что по меркам приличного колледжа в то время считалось разнузданными оргиями, в наше время, я думаю, поразила бы всех своей невинностью, но тогда сходила за радикальный вызов общественной морали. Вот эти четырехчастные типологии продолжают воспроизводиться. Последние их версии в Америке включают студенческих активистов, которые очень озабочены борьбой за учебу, но очень озабочены борьбой за социальную справедливость. Отчасти хиппи образца 60-х переродились вот в этих людей, которые изживают сексуальный харассмент и прочую микроагрессию на кампусе, но в целом некие четырехчастные типологии хорошо охватывают устремления в студенческой популяции. Другая возможная типология, которая может быть более полезна, если мы охватываем не специфически американское высшее образование, а пытаемся использовать его для сравнительного контекста, прежде всего указывает на те выгоды, которые высшее образование может дать. В какой-то самой развернутой форме, в которой ее компилировали из разных источников мои коллеги и я, она начинает с противопоставления между ситуативными и ситуативными мотивами получения образования и какими-то мотивами, которые выходят за пределы конкретной ситуации. Некоторые люди получают высшее образование, потому что находиться в последствии получения высшего образования дает много льгот и привилегий. Она дает возрастной мораторий, и старшие родственники не спрашивают, чем ты занимаешься, можно посвятить некоторое время себе и определиться, чего хочешь в жизни. Она дает жильем в некоторых пределах, она дает небольшую стипендию, даже не очень небольшую. Поэтому люди в современных обществах, которые еще не уверены, кем они хотят быть, проводят некоторое время, Эрик Эриксон называл это мораторием. И правда, во многом высшее образование служит мораториальным и иногда миграционным целям. Люди могут каким-то образом приспособиться к этой будущей жизни. Мы находим ситуацию, в которой кажется, что все высшее образование работает на обеспечение мораторий. Опять же, в 60-х годах это была очень популярная идея. А про то, что в современных обществах слишком сложный, чтобы мораторий, чтобы молодые люди были готовы сразу влиться в современный социальный порядок, им нужно дать какой-то такой буфер наперед. Некоторые западноевропейские страны примирились с тем, что леча мораторий — это такое же право, как право на бесплатную медицину в некоторых пределах. В России идея до сих пор не пользуется популярностью. Кажется, что нужно учиться для чего-то. Не для школы, а для жизни, как написано в дверях одного широко известного учебного заведения. Но тогда для чего же? Кроме студентов, ориентированных на возрастной мораторий, есть другая категория, ориентированная на что-то, что можно вынести из университета с собой во взрослую жизнь. Эта категория, в свою очередь, делится на две других. Есть студенты, которые ориентированы прежде всего на классовые преимущества, и есть студенты, которые ориентированы на профессиональные. Причем обычно иногда они сосуществуют, хотя скорее мы говорим о разных типах системы высшего образования и разных функциях, которые эта система играет более широко в обществе. Есть университеты, которые транслируют классовые привилегии. До некоторого времени Оксфорд и Кембридж были именно такими. Туда шли аристократические молодые люди, они, разумеется, стоили очень дорого. И шли они туда не за тем, чтобы чему-то у посевок научиться, а для того, чтобы провести некоторое время с другими такими же аристократическими молодыми людьми. А вот их поселяли вместе, они завязывали нужные связи, они образовывали элиту, потому что по наследству им доставались от их предшественников все высшие посты, и они были членами этой элиты просто потому, что они уже всех знали. А высшее образование, даже когда его импортировали, возможно, особенно импортировали в североамериканские колонии, оно обслуживало, прежде всего, вот такие вот классовые, а не какие-нибудь профессиональные интересы. В сущности, в 17 веке в раннем Гарварде единственная разновидность профессионалов, которые чему-то учились в университете, были священнослужители. Все остальные люди, которые в него ходили, хотели быть джентльменом, а вовсе не собирались работать по полученной специальности, тем более, что никакой специальности они там не получали. Образование представляло собой чтение классиков, немного греческого, немного латыни, а при минимальном желании к нему можно было добавить фехтование и навыки верховой езды. Это по-своему очень гармоничная форма высшего образования, которая может существовать столетиями. Единственное, что она не очень получает поддержку от, например, государств, которым непонятно, зачем финансировать такое. Но поскольку такое образование покупают только богатые люди, университеты, ориентированные на их потребности, могут благополучно прожить и без какой-то иной внешней поддержки. Профессиональные студенты это студенты, которые хотят пойти учиться, чтобы чему-то выучиться. И прежде всего рассматривают университет как инструмент получения профессионального багажа или чего-то, что поможет в карьере. И в случае с классовоориентированными, в случае с профессиональными студентами, мы можем сказать, что они получают некоторое количество человеческого или культурного капитала, какое-то количество знаний. Даже если мы берем аристократов, аристократы могут научиться латыни, чтобы хорошо ее забыть. Но они получают также социальный капитал связей, не менее важно, вне зависимости от того, связи это в обобщенной элите или в своей профессии. Связи очень важны, и они могут быть гораздо важнее, чем знания как таковые. И это одна из вещей, которую онлайн-образование никогда не заменит. Онлайн-образование может заменить учебники, может тем более заменить лекции с очень большим успехом, но вряд ли он заменит общение с одногруппниками. Оно может быть не менее важным ресурсом или более важным ресурсом, чем какое-то количество информации, которое уже в 17 веке можно было получить из иных источников. И наконец оно является сигналом того, что выпускник или принадлежит к аристократии, закончил Оксбридж, или принадлежит профессиональной элите, прошел суровые испытания и, вероятно, способен справиться с какой-то профессиональной функцией. Студенческие культуры важны не просто потому, что они интересны, потому что они позволяют преподавателю систематизировать то, что преподаватель перед собой видит, а потому что они оказывают решающее влияние на развитие всей системы высшего образования и всего академического мира. Поскольку студенты приносят в университет большую часть ресурсов, за счет которых этот университет существует, изменение мотивации, изменение студенческих культур влекут за собой перестройку всего института. Разные типы студентов создают разные университеты под себя. Аристократический университет будет иметь некоторое количество блестящих профессоров, которые способны развлечь скучающих студентов своими лекциями, но не будет ценить выдающихся ученых, потому что зачем эти выдающиеся ученые там нужны. Для университета, который учит профессиональных студентов, наоборот, вера студентов в то, что они встретят лучших специалистов в своей области, является основой их желания в этот университет поступить. Они диктуют университету необходимость нанимать звездных профессоров с репутацией, далеко выходящих за стены этого университета. Именно волна профессионально ориентированных студентов, в свое время влившиеся в американские университеты, привели к тому, что иногда называют американская академическая революция в Америке, университеты впервые начали серьезно охотиться за выдающимися профессорами, потому что это было главным средством рекламы у масс студентов, которые желали изучать медицину и инженерное дело. Научные достижения профессоров стали важны для университета, потому что среди всех вещей, которые делает наука, наука очень хорошо рекламирует себя. Для профессора, чтобы получить место, лучше всего, самым надежным способом было прославиться далеко за пределами университета. Причем профессора стали достаточно влиятельными, что лучше из них могли выкручивать университету руки и требовать зарплаты, пожизненного контракта. Изменения в студенческих мотивах привели к радикальной перестройке системы управления университетом и относительного баланса власти. До того в университете правил авторитарный президент, который по собственному желанию, но немало увольнял профессоров, обычно молодых людей, ждавших, когда их наймут куда-нибудь священниками. Но теперь старшие профессора продиктовали ректору свои условия, потребовали пожизненного контракта, участия в управлении всеми делами и при случае устраивали эффективные революции, угрожая тем, что если ректор не пойдет им не встречу, они возьмут да и уволятся. Это была убедительная угроза, потому что другие университеты с удовольствием взяли бы суперзвезд к себе. За несколько десятилетий баланс власти в американской системе высшего образования радикально перестроился из-за того, что профессора из наемного персонала, который никому не был интересен, превратились в главный актив университета. Но превратились они не за счет собственных достижений, то есть вернее за счет них, но эти достижения стали важны в более широком контексте, которым было изменение студенческой мотивации. Массовые изменения в студенческих культурах меняют университет гораздо быстрее, радикальнее и надежнее, чем государственная политика стимулирования чего бы то ни было, которая пытается заменить вклад снизу и способность студентов каким-то образом вот этот университет подкручивать под себя, но обычно не справляется с этой задачей. Продолжение следует...